Всем привет! С вами канал Кота-Пёся и здесь все о мире сибирских котов. В прошлом видео мы с вами знакомились с котом по имени Пёся. На тот момент ему было полтора месяца. Сейчас ему два с половиной. Давайте посмотрим, каким же он вырос. Итак, начнем с веса. На тот момент, когда мы взяли Пёсика, он весил 670 грамм. Это было 11 августа. В последний раз мы его взвесили 27 сентября. Вес его составил 1800 грамм. Хм, согласитесь, довольно неплохо и многообещающе. И я думаю, сейчас самое время познакомиться с кошечкой по имени Белка. Появилась она у нас не так давно, на данный момент ей 4 месяца. И вес ее не дотягивает чуть 3 килограммов. Так как сибиряки по природе своей достаточно игривы, активны, так как хищная в них черта проявляется особо заметно. Им необходим мохнатый друг, ведь человека им недостаточно. Итак, что поменялось в Пёсе за этот месяц? Во-первых, у него поменялся цвет глаз с голубого на зеленый. Во-вторых, у него стала более вытянутая мордочка, в то время как в первый месяц она была достаточно приплюснутая. Ну и в-третьих, он у нас такой жаробасик стал. Да. Ну а что касается Белки и Пёси, скажу сразу, что приняли они друг друга с первого же дня, что для нас было очень удивительным. У Пёси на Белку было ноль реакций, будто он ее уже знал. По характеру они совершенно противоположны. В то время как Пёсик бегает, прыгает, как кружаленный, Белка очень спокойна, мягка, терпелива. И даже иногда ее морда кажется нам какой-то мудрой, что ли. Вы посмотрите на эту прелесть, а? Ну, здесь, как говорится, от любви до ненависти один кусь. Ну, на самом деле, они очень любят друг друга. Они постоянно вместе спят на своей высокой, крутой когтеточке. Они постоянно лижут друг друга. Они друг за дружкой всегда ходят. Я вам скажу больше. Они даже в туалет вместе ходят. Да-да. Здесь Пёси демонстрирует, как он умеет прыгать на дальние расстояния. На самом деле, это так и есть. То есть, уже в один месяц, когда мы его взяли, он спокойно залазил на полутораметровую когтеточку, что для нас, опять же, было достаточно удивительным. А, да, здесь Белка пользуется моментом полежать на футболке мужа, в то время, как он находится на работе. Выбирает еще поудобнее себе местечко. Вот хорошо надо на ней полежать. До Пёси куда-то пытается залезть. Любопытная морда. Да, действительно, в свои два месяца сейчас Пёси отличается особой заинтересованностью во всем, но она не переходит за грани того, что когда коты там начинают везде бегать, прыгать, ронять, все цветы грызть, нет. Еще пока что такого нет. Не знаю, заметили вы это или нет, но это факт, что в 21 веке большое внимание уделяется кошкам, сохранившим свою дикую сущность. И вот к этой группе и относятся такие известные и любимые в мире породы, как сибирская кошка, а также мейн-кун и норвежская льстая. Ай, вот они суровые и опасные хищники. Пожалуй, это их самое любимое занятие, как перебирать лапки. Кстати, на тот момент, пока у нас не было Белочки, Пёсик так не мог делать. Хотя это у них наоборот везде-то должно срабатывать, но тем не менее, как будто она его так научила. Ну вот, пожалуйста. Ну что, ребят, на этой мурлыкающей ноте и перебирающими лапками плед я с вами прощаюсь. До встречи! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова